Керамика, акварель, гуашь, глина, дерево – эти и многие другие материалы послужили вдохновением для создания ярких и креативных произведений искусств. В выставочном зале Бреста открылась юбилейная выставка педагогов-художников средней школы номер 10, которая позволяет вдохновиться работами лучших и познать способы самовыражения. Ежегодно творческие работы и экспозиции были показаны в стенах учреждений образования, но в этом году она вышла на новый уровень. Сегодня открываем нашу выставку, юбилейную выставку педагогов-художников. В этом году нашей школе исполняется 45 лет, и все 45 лет ежегодно, но на площади своей школы мы делали выставку педагогов-художников, для того, чтобы наши ученики знали нас не только как людей, но и как художников-профессионалов. В этом году мы вышли на вот эту арену и площадь, для того, чтобы продемонстрировать нашему городу наши возможности, наше творчество поделиться своим представлением о мире, о красоте, об эстетике. Это работа 34 педагогов-художников, которые на протяжении 45 лет работали в нашей школе. Кто-то раньше, кто-то менял место, кто-то пришел и остался навсегда. Вот сегодня это 14 педагогов-художников, которые работают сегодня в нашей школе, и те, которых мы помним и любим, которые нас учили и которые до сих пор с нами в строю. Это живописные работы в традиционных живописных техниках, в масляной живописи, это работа акрилом, это работа акварелью и гуашью, как современная, так и классическая. Это графика от такой очень-очень тонкого афорта до современных гелевых ручек и печати. Средняя школа номер 10 ведет обучение с творческой направленностью, начиная с 1979 года. Коллектив педагогов-художников проводит занятия по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, передавая свой уникальный опыт молодому поколению. Среди тех, кто преподает, большое количество членов Белорусского союза мастеров народного творчества. Юбилейная выставка, посвященная 45-летию средней школы номер 10, демонстрирует работы 34 педагогов-художников, работавших когда-то, и тех, кто трудится во благо учреждения по сей день. Чтобы немножко, так сказать, передавать знания, надо самому учиться и самому что-то делать. Поэтому, естественно, все эти годы я повышаю свое мастерство и именно в керамике. Занимаюсь больше народной керамикой, потому что учился, много ездил по народным мастерам. Я когда-то вела предмет, в котором был курс вырезания из бумаги. И в один прекрасный момент мне попался очень красивый каталог, календарь-каталог с работами белорусской вытенантщицы. И я поняла, что мы преподаем немножко не так. Но для того, чтобы показать детям, как, надо было самой сесть и научиться. Вытенантка очень даже на ура идет. Людям очень нравится, потому что все понимают, что это бумага, но, оказывается, простая бумага может быть в разных ипостасях. И она бывает интересна, она бывает интерьерна. В этом году руководство школы номер 10 расширило свои границы, сменив прописку лучших работ, которые ранее располагались в учебном заведении. Теперь они украшают стены выставочного зала, чтобы жители города тоже имели возможность увидеть эксклюзивные работы. Экспозиция включает в себя множество направлений современного и традиционного белорусского искусства и продлится до 20 октября. Это работы наших педагогов, художников, которые на сегодняшний день работают в школе, которые ранее работали в школе, которые оставили свой след в нашей школе. Подобные выставки мы проводим ежегодно. Правда, ранее это было в рамках нашей школы. Чтобы наши ученики видели достижения своих учителей, видели пример, видели их творчество, видели их талант, чтобы они действительно подвигали своих учеников на такие же победы. Педагоги, трудившиеся в стенах школы номер 10, до сих пор с любовью и трепетом вспоминают былые годы и гордятся тем, что когда-то им посчастливилось быть частью творческого коллектива. Многие пришли лично поздравить с юбилеем друзей и коллег и насладиться работами мастеров. Замечательный творческий коллектив, очень доброжелательных людей, которых я до сих пор вспоминаю с благодарностью и любовью. Я встретила очень много знакомых мне художников, коллег, с которыми я когда-то работала. Ну и ощущения у меня самые такие теплые, светлые, добрые. Сколько педагогов, столько и разных совершенно работ. И акварельные, и живописи, и декоративные. Как важно для педагогов-художника обрести место работы, где найдутся единомышленники, где преданность коллег подарит крылья и желание творить, где создавать новое произведение искусства будет легко и радостно, где можно обрести высшую награду – ощущение радости от выбранной профессии. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.